Как прийти к нему в Царство Небесное? Нужно стать другим человеком, отвергнуться себя, взять крест и исследовать за Христом. И одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Это так Бог делает. Вот вы взяли вот Евангелие, здесь об этом все написано. Вам нужно только веровать. Вот верующий человек отключается от неверующего как раз этим, что он верует. Мы ходим не видением, а верою. А веру не пощупаешь и не увидишь. Ее надо принять. А мы в Слове Божьем. У нас занятия идут по изучению Слова Божьего. Будете ходить на занятия, читать Слово Божие, и Господь вам даст понятие о вечной жизни. Что все не просто так прошло. Ни для родителей, ни для вас. И другим внукам передадите, детям вашим. Дети есть у вас? Да, конечно. Ну и все. И передадите им веру истинную. И вы будете начатком своей семьи веры православной. А если вы не придете ко Христу, то душа ваша упадет в ад. И она не просто отколется, она там будет вечно гореть в аду. И вы не попадете в рай. Понимаете, что делать? Мы сейчас живем как в аду. Нет. Господь на земле ада не сотворил. Написано. Он не творил на земле ада. Он сотворил все для того, чтобы мы здесь познавали Христа, и здесь Царство Небесное начинается. Вот проповедь Иисуса Христа, которую Он дал еще 2000 лет назад практически, в Иудее, это и было Царство Небесное, начало Его. Потому что здесь все для вас есть. И Христос показан, и благая весть Его. Прекрасные слова, надежды на то, что ваша душа с телом сохранятся навсегда, навечно. Он и говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. И будете наследовать Царство Небесное. Помоги Господи. Евангелие. Все слова Иисуса Христа вечной жизни. Входите, пожалуйста, к нам на сайте. Там много верующих друзей найдете сегодня. Христос говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Дайте мне книжечку. Это не книжечка. Это я знаю. Вот просто у вас есть. Садитесь и просите, да? Господи, помоги. А вот когда читаете Святую Евангелие, когда это Бог вам говорит, Бог вам говорит, не порвать, не выбросить, берегите Его. Вы каждый день читаете. Я все. Я все. Помоги Господи. Христос, все, что есть в Евангелии, все слова, все, что Он говорил, все здесь. Да, еще крупным шрифтом, еще и православного издания. Представьте, как постарались православные. Помоги Господи. Спасибо, Христос. Веруйте. Если нужно будет заниматься, есть занятия по обещанию Слового года. Вот здесь вот. по телефону звоните, и все. Пожалуйста, и вам тоже. Евангелие бесплатно. Крупный шрифт. Все слова Иисуса Христа. Из православной церкви откуда? Откуда? Из православной церкви. Значит, а зачем вам? Вот, глядите. Патриарх Кирилл. Еще что? Патриарх Кирилл. Еще нужно что? Скажите нам. Я не знаю, может, вы сомерите. 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 Ясно. И Евангелем подрываем веру православную, да? Так можно сказать. Сать. Старичный. Это какая цена? Это православная. Православная? Это точно. Не с южного. Что, на южномеде православной церкви? Нет, там не православная. Там есть православная церковь? Ну, там есть. Сразу как на въезде. Православная церковь? Нет, там есть. Это слова Иисуса Христа о вечной жизни. Христос говорил о вечной жизни. Вот это все слова Его. Здесь православного издания. И вот сейчас у нас слово Пожье даже дошло. И вы просите Его все время. Господи, помоги мне познать Слову. Запомни, Его возначить. Откорь мое сердце. Разум, я хочу его принять для этого слова. И Господь будет помогать. И Библию тоже тяжело читать. Тяжело. От непонимания. От непонимания, может быть. А вот у вас какие-то вы будете читать, какие-то возникают вопросы. Вы на сайт наш опрощайтесь. И там любой вопрос. Спасибо, спасибо. Любой вопрос, получите ответ. Вы ходите в ответ, где вы ближе живете. Вы туда и планируете. Да, куда? Да, когда. Единственное, что вы постарайтесь не так, чтобы вы, как вы себе спорете, готовитесь и будете на исповедь. Вы постарайтесь себе пастыря, выразившись на Богом, чтобы вы однажды уже исповедовались. А так, бывает, что не исповедовалась. Это готовиться надо. Потому что если без подготовки вы будете отвечать, от этого, говорят, многие варианты убирают. Даже если вы не подготовились, если вы, да, я вас предупреждаю. Поэтому вы же будете принимать дело в том, что если вы, да, я вас предупреждаю. Вот это такая ответственность лежит на каждом из нас. Поэтому очень тщательно надо подготовиться к изменить. Очень тщательно. А сейчас подготовка есть в изменить. И что грех немного уже открыли. Поэтому литература всякая есть. Приобретите из греха правильно подготовиться. Есть место, да есть. И самое главное, это нужно очень изменить. От всего сердца покаяться. Все греха, Господь все прощает. Твой грех, разбойник, она хрустит. Господь, прости. Он первый в рай вошел. Разбой. Понимаете? И поэтому самое главное, что сердце ваше открылось. Почему? А для того, чтобы покаяться, если мы чистым сердечным, принять свое сердце в песта. Чтобы Господь вас, и на сердце, было радостно от этого. Вы сейчас поститесь, Сейчас я не хожусь. Вот нам Господь дает такое в течение года. Четыре поста у нас. Я просто считаю, что надо просто какие-то добрые поступки постараться делать, конечно, там. Да. Не спернасловить ее. А это заповеди у нас есть. Вам нужно обязательно все заповеди четко знать. Евангелие Татьяна, третью главу, последний стих откройте. Вот сейчас вот, Татьяна Кузьмишина. Для отчета, да? А вот сейчас сестра прочитает вам, и там написано, что добрыми делами человек не спасется. Третья глава, последний стих, там 36. Час. Угу. Час вам сестра прочитает. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но вне Божия пребывает на нем». Вот еще раз. «Верующий, вот это вы вернуете, да? не верующий в Сына, не верующий в Сына, Имеет жизнь вечную». Да, да. Это я понимаю, что там есть другая жизнь. Он за нас хранил Сын, и за каждого из нас, за Вас лично, имеет жизнь вечную. Так сам Господь говорит. «Верующий в Сына, а не верующий? Вот сколько много ходит, сколько много ходит». «Нет, не надо, ничего не надо, не хотит». «Не, понимаете, может быть, они просто не признают, а разное что-то». «Ну, согласитесь, что многие не знают. Много не знают. Абсолютно. А сейчас даже… «Ну, многие знают, так вот даже вот посмотрят, сколько в храм Креста Спасителя, да, вот по телевизору показывают, вот если святыню приносят, такие очереди, так. И с маленькими детьми они верующих в Сына не увидят жизнь, но гнев Божий пребывает в Нем. То есть человеку вот сейчас мы говорим сколько, и каждый, «А, мне это не надо, мне это не надо», он отказывается, значит, он что, правильник хочет? Ну, не хочет понимать Сына, не хочет слышать Его. А на судье, Господь придет, вот верите в то, что Вы не погибнете, Ваша душа не погибнет, а возродится. Я знаю, я знаю, что Господь воскресит, да, перед вратами, то есть душа… Он нас воскресит, да, веруете, да, вот, Он нас воскресит, все встанем на суде Божьей. И те, кто неверующие, они что, как будут? Вот Он говорит, «Я крестец, я православный, а знать ничего не хочет». Как Он на суде будет отвечать? А Господь сказал, «Слово Мое будет судить у нас». Я Вас не сужу, а Слово Мое будет судить у нас. Слово, это вот это Слово, это вот этот Новый Завет, каждое Слово будет судить у нас. Вы просто хотите, да, вот так вот тоже помочь, да? Конечно, конечно, чтобы Вы знали. Вы вот, ну, как бы, да я хожу, да я, ну, а получается, что-либо, забыдаю, что Господь там. Ну, помолиться так, вроде как, «Боже, приди, раньше убежать, ой, да мне некогда». А нет. Надо, если ты убировал, надо уже сердце Господь отдать. И разное, и сердце, принять Господа. принять им в своей сердце. А по-трекому, никак не получается. Если так повергнется, ну, что не знаешь, как ты будешь несут. Что-то знаю, да, что-то выбрала, что-то, ну, как бы, с чем сталкивалась, наверное, вот там, в жизни, ну, когда потеряла плёстную свою, да, я вот хотела, как поминать, да, что-то водка нельзя, вот, ну, вот это вот, вещь, чем поминать, да, для чего тоже, что-то, что это, путья, какие-то сеть, вот, потом, тоже, как душа, вот эти вот этапы, на, на третий день, на девятый, на сороковой, вот, и, чтобы, как листить, пристить, я сама, с Новосибирска, ну, я тут и живу, работаю, полгода, вот, не купила, в 95-м, уже, я уже, уже, в 95-м, в 95-м, я купила, в 95-м, маленькая, если, нет, в 94-м, но, вот, пока, есть родители, точно не знаете, как вы решили, в 95-м, в 95-м, в 95-м, что церкви еще, как это покрасить? Нет, у меня, что у меня... А вы точно не знаете? Потому, что если нет, лучше всего доброго, то мы бы тоже не будем. Потому, что даже, когда вы, какие-то эффекты, они снижаются, нас, если только покрасили, а церкви в это время, все время, сколько вы покрасили? Вот, первый, вы знаете, где-то начинался, идет, вот этот сайт, вот он первый поднял этот вопрос от решения. Везде, как говорится, колокол звонит, что правильное должно быть, проекратное, полное движение. Я, я узнаю, да, я узнаю. Обязательно, я узнаю. Если нет, то желательно, дополнить, сейчас не желательно, отменить, и попросить, что дополнить, им нет решения. Мне свидетельств подавали, я вот, видела. Конечно, как-то, что-то сходило, ваше, ваше, это нечего, было по этому делу, но сейчас, но мы будем следить, чтобы подготовить, вы знаете, по-моему, ничего, не надо, чтобы не постаревать, передать вам голову. Хорошо, и маме скажу, мама, потому что она тоже, голову не... но она не Ивангрия, она просто утром, ну, как магнитно, она каждый день читает, вот, утреннее, и голову не подрывает. Ну, не поняла. Спасибо вам огромное, будущее, спасибо. Спасибо, Христос вас. Как вас зовут? Спасибо вам огромное, без имена. Ну, вот видите, храмы православные, да, православные храмы наши. Хорошо. Православные люди, и мы раздаем, в воскресенье, бесплатно, эту книгу, это книга, которая, которая дороже всего в мире. Это книга в мире. Мы вам даем сайт в интернете, а здесь она начитанная. Вы можете в свой смартфон скачать, включить и слушать. Что бы вы ни делали, сидя там вяжете, вы слушать можете. Понимаете? Вот сайт в интернете, в этом сайте 4200 вопросов. Люди мира всего задают, а отвечают Бог. Слово Божье, это Бог отвечает. И поэтому это ответ у последней инстанции. Вы выше ответа не найдете. Так 4000. Там по тематикам вы пойдете и будете насказать в этом. Там я читала видео, там видеофирмы, видеоролики и по темам вписанных форум по тематикам. Вы можете задать участок. Вы знаете, что там есть, язваны. И вот вам, пожалуйста, спросите в эстонсинге. Помогите вам. Если не подходит и вас. Читайте, Господь Иисус Христос призывает вас в вечной жизни. Вот здесь вот сайт наш в интернете. Можно позвонить, выйти сюда. Здесь много еще другой информации. Но главное вот это Евангелие, которое приведет в Царство Небесное.